Сегодня забросали окровавленными свинными потрохами и измазанными кровью долларами. Участники акции протеста объяснили, что таким образом хотели показать, к чему ведет вмешательство США во внутреннюю политику Украины и спонсирование войны на Донбассе. Но президент Порошенко подписал закон, разрешающий пребывание на территории Украины иностранных войск и уже приглашает западных партнеров к участию в так называемой международной операции по поддержанию мира. В общении с иностранными кредиторами у Киева по-прежнему такого единодушия нет. Министр Ереська сегодня угрожала, заявив, что если не будет реструктуризации долга, то долги Киева взыскать не получится. Для развития армейского и детско-юношеского спорта необходимо использовать все имеющееся имущество ДСАА в гарнизонные сооружения, объекты ЦСКА. Об этом сегодня заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с руководством клуба и дал поручение провести реконструкцию спортивных сооружений. До сентября месяца надо подготовить нашу целевую программу министерскую. По приведению в порядок всего хозяйства ЦСКА, я имею ввиду всего имущественного комплекса, и бассейны, и катки. При этом имею ввиду не только ремонт, но и строительство новых сооружений. Ну и только что на сайте Кремля был опубликован указ президента об организации похорон Евгения Примакова. Специальную госкомиссию возглавит руководитель администрации президента Сергей Иванов. Похороны на Новодевичьем кладбище назначены на 29 июня. Прямую трансляцию церемонии поручено организовать нашему холдингу ВГТРК. Министерство иностранных дел должно официально оповестить иностранное государство о кончине Евгения Примакова. Ну и власти Туниса только что сообщили о задержании второго стрелка, подозреваемого в нападении на гостинице курортного СУСа. Как сообщили в посольстве нашей страны, в Североафриканской республике рядом с местом теракта отдыхают до 30 наших соотечественников. По данным на этот час, который передает Интерфакс со ссылкой на Российский союз туриндустрии, в списке погибших и раненых в результате теракта в отелях «Россиян.нет». Мы связались с крупнейшими туроператорами, нашими членами, которые отправляют туристов в Тунис. Это прежде всего Библиоглобус, Пегас, Русский экспресс, ICS. Они сообщили, что их туристов в этих гостиницах не было. Вот это, естественно, не все туроператоры, но продолжаем выяснять. В эфире «Вести» и мы продолжаем выпуск. МЧС направила в Сочи два самолета Ил-76 со специальным оборудованием для откачки воды. В самом городе уже почти сутки устраняют последствия самого сильного за историю метеонаблюдения ливня. Погиб один человек, ну а спасли из затопленных домов, машин и надземных переходов больше тысячи. Почти все эвакуированные сейчас вернулись домой. Главный санитарный врач принял решение провести вакцинацию населения, чтобы предотвратить вспышку инфекции. Репортаж Александра Руденко. Над Сочи вышло солнце. Дождь закончился, а вместе с ним исчез и страх, что стихия вернется. Вода хоть и медленно, но отступила. И за ночь ушла, сантиметров, наверное, 30-35 в доме. Если у меня в доме было вот так, а сейчас я из дома вышел, вот, первая степенька уходит. Да, уходит. Спасательные бригады со всех городов края Туапсе, Краснодар, Белореченск работают без перерыва. В первую очередь все общество единое, все помогают надо всем. Я думаю, Адельский район в этом задаче как-нибудь исправен. К обеду удалось запитать практически все подстанции, вышедшие во время потопа из строя. Газ и вода в пострадавших домах появится в кратчайшие сроки, обещают власти. Состояние Сочи, которое еще вчера называли критическим, сегодня стабилизировалось. Вода вернулась в естественное русло. С домов и преддомых территорий в основном вода везде ушла. Аэропорт работает в штатном режиме. Самолеты и приземляются, и взлетают. Железнодорожное сообщение ночью восстановили. Меня так вообще вытаскивали, это вообще тонуло. Вот такая вода, она тянет куда-то. Людей, чьи дома оказались в зоне подтопления, разместили в гостиницах курорта. Всего около 270 человек. Почти все сегодня вернулись в свои дома. Разгребают завалы вместе с коммунальщиками и волонтерами. На металлолом. А куда ее? А что здесь? Холодильник. Это самое сварочный аппарат. Плита газовая. Плита газовая. Что там? Фтеральный баскетчик. Бойлер. Бойлер. Все непригодные. Всю ночь последствия непогоды ликвидировали около полутора тысяч человек. Убирали поваленные деревья. Эвакуировали автомобили, которые огромные потоки воды вынесли на крыши домов. Таких здесь даже не десятки, сотни. Улица Гастелло – одна из самых пострадавших в Адлере. Вода здесь была примерно на уровне полутора метров. Сейчас здесь идет большая уборка. В местных магазинах, домах выкидывают все, что пришло в негодность. Пульты, батарейки, телевизоры, цветы. Ущерб колоссальный. Владельцы магазинов подсчитывают убытки. У Светланы Терзиян здесь мясной магазин. Женщина обзванивает поставщиков и просит не торопить с расплатой. Денег нет. Почти весь товар утонул. Чуть больше ста тысяч. У меня единственное осталось то, что в вакууме мясо, оно не пострадало. Ну, сказали, возврат как бы можно сделать. Спасибо полиции, что они оставались. Хотя бы не ограбили, не унесли то, что оставалось. В экстренном порядке в Сочи прибыл и исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. Масштабы разгула стихии оценивал на месте, попутно успокаивая людей. Компенсация будет. С утра в центре Адлера открыли эвакопункт. Местных жителей здесь кормят, поят и опрашивают, кто и какой понес ущерб. К тем, у кого прийти возможности нет, оценочная комиссия отправляется сама. Обследуются частные жилые дома. По выводам комиссии будет оказываться материальная помощь. О том, что вчера бурлящие реки сносили все на своем пути, люди рассказывают с ужасом. Особенно сильно от потоков пострадал Адлерский район. Вода зашла в сотни домов, заставив местных жителей спасаться на крышах. Эвакуировать многих спасателям пришлось с помощью альпинистского снаряжения. Те же, кто до суши добирался своим кодом, пользовались всеми подручными средствами. Лодками, надувными матрасами. Автомобили сносило в море, как спичечные коробки. Приостановлено было транспортное сообщение, самолеты, железная дорога, автомагистрали. Остановилось буквально все. Есть и погибшие. Мужчину 35 лет еще не опознали. В правоохранительных органах сейчас выясняют, кто он и при каких обстоятельствах погиб. Частично освободить город от изоляции удалось довольно быстро. Реакция властей была незамедлительная. Сейчас угрозы нет. Грозовой фронт уходит. Сочи приходит в себя. Пока в одной части города идет разбор завалов, в другой продолжается курортная жизнь. Люди приходят на пляж. Конечно, купаться при таком волнении моря нельзя. А вот загорать можно вполне, не опасаясь дождя или смерча. Александр Руденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртокий, Светлана Пашкова. Вести. Сочи. И сейчас у нас есть возможность задать вопросы исполняющим обязанности губернатора Краснодарского края Вениамиду Кондратьеву. Вениамин Иванович, понятен ли размер ущерба, который нанесла стихия? Какие проблемные участки остаются? Проблемным остается только участок поселка Мирный. Вопрос подключения воды, газа, электричества решен до конца текущего дня. Размер ущерба будет примерно предварительно определен к вечеру по итогам подворового обхода всех пострадавших жителей. Изначально ориентировочно количество домов подвержившихся подтоплению 750. Это ориентировочно. Естественно, мы будем исходить из того, что 10 тысяч получает каждый пострадавший попал в зону подтопления, 50 тысяч при частичном утрате имущества и 100 тысяч при полном утрате имущества. То есть, общее приблизительное 300 миллионов. 200-300 миллионов. Ну а достаточно ли у региона сил и средств, чтобы ликвидировать последствия? Сегодня средств при поддержке, безусловно, федеральных служб и в том числе МЧС совместными усилиями данной группировки, которая находится на территории, и группировки от Краснодарского края достаточно. Как вы оцениваете работу экстренных служб? Удовлетворительно ли заработали службы оповещения? Я считаю, что оповещение прошло на лежащем уровне. Люди были оповещены посредством передачи СМС-сообщений и в целом по радио и телевизионным источникам. Ну и повлияют ли события на курортный сезон? В каком состоянии сейчас аэропорт? Что локализация и ликвидация всех последствий данного наводения будет завершена в течение суток. Поэтому ни о каком срыве курортного сезона речи идти не может. Аэропорт функционирует. Вениамин Иванович, спасибо. На вопросы вести отвечал исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Циклон, затопивший Сочи, не растерял свои силы и ударил по Воронежу. В городе выпала половина месячной нормы осадков. В затопленном доме погибла женщина. Теперь проливные дожди ждут в Калужской, Ярославской и Рязанской областях. И уже этой ночью в Москве. О том, к чему готовится Олег Пакшин. Жители Черноземья сегодня на себе ощутили силу циклона, наделавшего столько бед в Сочи. Ливень в Воронеже, начавшийся ночью всего за несколько часов, вылил на город половину месячной нормы осадков. Люди воду черпают. Аптеку затопило. Воронеж превратился в Венецию. С таким объемом воды городская ливневая канализация справиться не смогла. Откачку с городских магистралей проводили более сотни спасателей МЧС и пожарных. Задействовали около 30 спецмашин. Весь масштаб разрушений стал ясен, когда расцвело. Размыто несколько километров дорог, более полусотни домов подтоплены. Весь подъезд встал. Человек 15, наверное, вычерпывали воды туда, за бордюры в эту сторону ночью. Воронежцы пережили настоящий шок. Такого стихийного бедствия здесь еще никогда не было. Это вообще такой природный катаклизм. Я такого вообще не ожидал. Передавали по новостям, что в Липецке затопило, в Сочи, а то, что до Воронежа дойдет, никто и не знал. Путь на север для осочинского циклона оказался единственным возможным. Попасть на восток ему мешали Кавказские горы и жаркий антициклон, который уже вторую неделю стоит над Поволжьем. Циклон пройдет по европейской территории России. И уже сегодня ночью его ждут в столичном регионе. Метеозависимые люди уже почувствовали понижение давления в Москве. Мы прогнозируем, что уже сегодня ближе к полуночи, вот вечером, начнется дождь. И он будет продолжаться всю ночь. Причем прогнозируем, что дождь будет сильный. Сильный с грозами и даже с градом. И с леньми ветра до 17 метров в секунду. Облака, которые сегодня во второй половине дня закрыли небо над столицей, это, что называется, передний край фронтального раздела, который идет от сочинского циклона прямо на Москву. С каждым часом облака будут становиться все плотнее. Уже сегодня в 9 вечера прольются первые осадки. Заливать Москву и область будут все выходные. Понизится и температура воздуха до 16-18 градусов. Но метеорологи предупреждают, что последствия ливней в столице навряд ли смогут сравниться с сочинскими, а вот с воронежскими вполне. Процесс один и тот же. По температурному режиму мы с Воронежем достаточно близки будем. Поэтому можно считать, что Воронеж ближе к нам по процессу, чем с Сочи. Чтобы печальный опыт Воронежа все-таки не повторился в эти выходные в Москве, городские коммунальщики сейчас проверяют всю ливневую канализацию столицы. За сутки в городе может выпасть до 50 миллиметров осадков. Олег Пакшин, Евгения Соседко, Анастасия Пилипенко и Антон Мусикян. Вести.